Глядя на эти кадры, может ошибочно показаться, что это горный ручей. Однако с другого ракурса на видео, снятого жильцом многоквартирного дома, становится ясно. Это потоки воды из леса устремились прямо к фундаменту дома. Вот такой вот поток устремляется в паркинг. Никому до этого нет дела. Управляющая компания полностью самоостромилась. А это уже сам паркинг, который в считанные часы превратился в бассейн. Воды уже сантиметров 15-20. Стихия застала врасплох жителей дома номер 5 микрорайона «Загородный квартал» в конце прошлой недели. Люди в спешке начали выгонять автомобили из паркинга. На полдня в доме пропало электричество. Мы не ожидали, безусловно, нормальные люди не могут этого ожидать, что произойдет такое затопление, тем более с отключением электричества. Периодически вода понемногу подтекала в сильные ливни, но там подтекало, не знаю, 20% паркинга заливало на сантиметр, наверное. В этот раз залило, если так судить, сантиметров на 30 было. Сейчас вот это откачали. В итоге пострадали несколько домов жилого комплекса. Бороться с приходом дождевой воды начали лишь на вторые сутки. По словам жителей, дозвониться до управляющей компании в субботу не получилось в течение дня. Помог звонок на горячую линию администрации города. Воду начали откачивать. На дорогах соорудили несколько дамп из мешков с песком, что позволило направить поток дождевой воды в канализацию. Также попытались соорудить преграду из земляной насыпи. Поскольку у меня балконы выходят на эту сторону, вот эти оползни, они прямо на глазах. Вот это все сползало. Но это, мне кажется, ну как бы, так скажем, еще легкая беда уберу. Но самое главное, у нас здесь все коммуникации на паркинге. Это все, что связано электрощитовая, насосная, подогрев воды. Соответственно, с 12 дня воскресенья до 4 утра понедельника не было ни электричества, ни горячей воды. По словам жильцов, регулярное потопление паркинга – недоработка застройщика. В 2014 году мы подавали в суд на застройщика. В суд мы проиграли. Решение суда было следующее, что как только будет окончено строительство первой очереди, съезд подземный паркинг забетонируют, сделают нормальную ледневую систему для сбора источных вод, соответственно, после дождя, потому что там находится поле, а мы находимся в низине, а на поле скапливается, соответственно, вся дождевая вода, и она поступает непосредственно сразу к маму. На сегодняшний день вода продолжает поступать с опушки леса прямо на территорию ЖК. О том, как приходится справляться коммунальщикам со стихией, управляющей компанией, расположенной в том же доме, рассказать не захотели. А вот на городском предприятии «Химводосток» нам рассказали, что пришли на помощь коммунальщикам, несмотря на то, что в этом районе своя локальная система канализации. Город ее не обслуживает. Мы тоже работали там, нас оказывали помощь по откачке воды из подвальных помещений в этом же загородном квартале. Но там проблема не только в дождевых атмосферных осанках, а в том, что еще и дренажные системы не работают, и грунтовые воды тоже туда поступают. Это, конечно, этим должны заниматься управляющие компании. Но так как округ не бросает действие бедея, вот были привлечены силы, в том числе и наши ресурсы, для того, чтобы оказать помощь жителям. Хотя, еще раз повторю, в этом районе городская левня организации отсутствует как система. Сотрудники «Химводостока» работают в круглосуточном режиме с конца прошлой недели. Под водой оказались многие микрорайоны «Химок», в том числе районы частного жилого сектора «Всходнее» на улицах Фрунзе, Ленина, Первомайской. Потоп не обошел стороной микрорайоны Планерная и Клязьма-Сторбеева. Впрочем, и центр «Химок» местами также пострадал. Мы сейчас находимся по адресу Юбилейный проспект, дом 50. Здесь тоже было подтопление, с которым мы в течение трех суток пытались справиться. И выяснилось при обследовании сети при помощи телеуправляемого робота, что разрушен холодец льонной эквилизации, скорее всего, при проведении строительных работ. В настоящий момент ведутся ремонтные работы по восстановлению этого участка, для того, чтобы в дальнейшем подтопление такого рода устранить. Прогнозы Росгидромета по-прежнему неутешительны. Убирать зонты и резиновые сапоги пока еще рано. По оценкам синоптиков, только за последние три дня весны выпало 180% осадков от месячной нормы в мае. И уже три первых дня лета дождь продолжает лить, не переставая. По предварительным прогнозам, обильные осадки прекратятся только на выходных. Александр Сергеев, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.